Закончился период, который включал в себя сразу несколько больших православных праздников, во время которых люди едут поминать своих близких на кладбище. Для них ежегодно организуют дополнительные автобусные маршруты. Итоги этой кампании подвели на совещание в городской администрации. Более 49 тысяч пассажиров воспользовались автобусами восьми маршрутов, чтобы доехать до мест захоронений. Две трети из них по социальным картам, так как все городские льготы на таких направлениях сохранялись. Всего же было исполнено 99% рейсов от числа включенных в контракт. Применение контрактной системы позволяет значительно более жестко контролировать перевозчика. И по итогам перевозок мы делаем вывод, что эти перевозки остаются социально значимыми. На настоящий момент не получили ни одной жалобы пассажиров. Еще одной важной темой встречи стал вопрос подготовки города к отопительному сезону. Системы многоквартирных домов проверяют, тестируют и заносят сведения в паспорта готовности. Эта работа ведется в плановом режиме. Более 40% таких зданий уже проверено. А информация о каждом четвертом из них внесена в электронный реестр. Так же, как и в предыдущие годы, в этом сезоне продолжат обновлять и модернизировать городские теплосети. В 2024 году в плане по перекладкам 14,68 километров в двухтрубном исполнении. В зону перекладок попадают 19 объектов социальной сферы. В том числе школы-колледжи 7, 8 детских садов, 3 больницы и поликлиники, 1 гостиница. В настоящее время работы начаты на 19 участках теплосетей, а еще на 5 начнутся в ближайшее время. На двух начинаются сегодня, на одном исключение контракта сегодня, на двух пока проходит конкурсная процедура. Исполнение там 100-150 миллиметров. То есть трубы по диаметру небольшие, поэтому перекладки идут значительно быстрее и риски все-таки минимальные. Отдельно проговорили и про восстановление благоустройства после вскрытий. Особенно, когда дело касается аварийных ситуаций, после которых ресурсоснабжающие организации не всегда качественно укладывают асфальт или приводят газон в порядок. Глава Самары Елена Лапушкина поручила более строго подходить к приемке работ по восстановлению благоустройства. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.